Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем разбирать Complex Object И на этот раз вопрос достаточно деликатный Это структуры, которые напоминают Complex Object Но по сути им не являются С одной стороны, эта тема довольно-таки Ну такая академическая Если вам нужно говорить То вам, наверное, не так важно Complex Object у вас или не Complex Object Главное правильно поставить слова в нужном порядке И выразить свою мысль С другой стороны, если вы пишете какие-то тесты Если у вас там экзамен или чего У вас запросто может возникнуть такой вопрос Ну не знаю, там выберите структуру, которая Complex Object Или напишите Complex Object Поставьте там, перестройте предложение Или что-то в этом роде И надо знать, что То, что внешне его напоминает Это не обязательно Complex Object Я специально выбрала предложение И написала, некоторые из них Являются предложениями со сложным дополнением Некоторые не предложения со сложным дополнением Сейчас посмотрим, в чем же разница На первый взгляд все предложения абсолютно одинаковы Итак, берем первое Suddenly I felt the need to speak Внезапно я почувствовала потребность говорить Ну, внезапно можно игнорировать Это дело такое Меня интересует последовательность Я же помню, что Complex Object имеет последовательность определенную То есть мне надо обязательно подлежащее поставить Подлежащее Дальше у меня там сказуемое будет стоять То есть Verb по большому счету Я напишу Verb, это просто короче Verb Дальше у меня должно быть первое дополнение То есть Object 1 Это может быть существительное Это может быть местоимение И дальше у меня должен быть инфинитив Он может быть полным Он может быть без to Но он должен обязательно присутствовать Вот в таком вот виде Теперь посмотрим, все ли эти части у меня в наявности в первом предложении Итак, suddenly I felt the need to speak Подлежащее Есть Verb у меня есть Дальше у меня Object 1 Это the need Существительное с артиклем Все нормально Значит, вроде бы как пока все нормально Дальше у меня инфинитив Тоже присутствует И, ну, чем это не Complex Object? Вроде бы как Complex Object Но на самом деле, что весьма любопытно Никакой это не Complex Object Это самое обычное предложение с инфинитивом Я, возможно, некоторых озадачу Я сейчас поставлю здесь знак вопроса Допустим, как это можно определить? А вот я не знаю, как это можно определить Посмотрим, что дальше Далее следующее He asked me to wait Он попросил меня подождать Что я имею здесь? Опять все то же самое У меня стоит подлежащее У меня стоит сказуемое У меня стоит первое дополнение Me И дальше у меня опять полный инфинитив Все как по науке Все правильно вроде бы И это тоже не Complex Object Едем дальше Tom likes his sister to sing Что я имею здесь? Опять все то же самое Опять быстренько поподчеркиваю Здесь у меня дополнение состоит из двух слов Ну и что? Это не суть важно Дальше у меня to sing Все абсолютно то же самое, что в предыдущих предложениях Но вот это предложение как раз есть Complex Object Едем дальше Четвертое We made a list of things to be taken Мы составили список вещей, которые нужно взять Кстати, предыдущее предложение Мне уже частенько писали в комментариях Переводите же в конце концов примеры Я извиняюсь, я их забываю переводить И в общем, сытый и голодного не разумеет, как говорится Тому нравится, как поет его сестра Итак, вернемся к четвертому Так, мы составили список вещей, которые должны быть взяты Что у меня здесь? Опять все то же самое We made Дальше у меня опять какое-то огромное дополнение безразмерное Вот оно, это первое дополнение Ну и что? Ваше дополнение можно состоять из двух-трех слов Ничего в этом страшного нет Дальше у меня стоит инфинитив Да, он немножечко странный, он пассивный Ну какая разница? Инфинитив же, инфинитив И это тоже, как ни странно, не является никаким не комплекс-объект Ладно, посмотрим, что у нас дальше Родители Сэма хотели, чтобы он стал юристом Опять все то же самое Я уже даже не буду повторяться Здесь все то же И здесь тоже И здесь все то же самое Здесь еще одно дополнение, но это уже не суть важно Короче говоря, последнее предложение является комплекс-объект И теперь возник закономерный вопрос А как я знаю Спрашивается, как я знаю Что предложение номер один Предложение номер два И предложение номер четыре У меня какие-то такие вот Отбракованные что ли Опять же повторюсь, что это вопрос Такой чисто теоретический И к реальной речи Он мало имеет отношения Вы можете этого не знать Ничего страшного не случится Но Если все таки уже очень сильно углубиться В такие вот дебри То я определяю Не только я В принципе, так оно и надо Так и надо это определять Достаточно простым путем Достаточно задать вопрос И посмотреть Ответом на этот вопрос будет Одно дополнение или два Я задаю вопрос к первому предложению Suddenly I felt the need to speak Мне нужно задать вопрос К моему дополнению Что я почувствовала Вот такого рода у меня должен быть вопрос То есть у меня должно быть What did I feel? И если ответом на этот вопрос Будет сразу два дополнения к ряду Которые нельзя разорвать Иначе ответ будет неправильным Или неполным Если их нельзя разорвать Тогда это complex object Если же ответом на ваш вопрос Будет только одно из ваших дополнений Либо первое, либо второе Обычно первое, кстати То ваш инфинитив будет исполнять роль Не более как определение То есть отвечать на вопрос Какой? И что же я имею? Ответ What did I feel? Что я почувствовала? В первую очередь Что я почувствовала? Потребность Какую потребность? Говорить Поэтому здесь у меня Complex object отсутствует Теперь для сравнения Возьмем и зададим такой вопрос В третьем предложении Посмотрим, что у нас сейчас будет Tom likes his sister to sing Тому нравится, как поет его сестра Кстати, обратите внимание Что когда я перевожу Я перевожу complex object По большому счету Подчиненным предложением В первом предложении У меня такого не было Потребность какая? Говорить А здесь Если дословно Любит свою сестру петь Ну что это за бред? Естественно, что так мы не переводим Нам приходится переводить Подчиненным предложением Если вы переводите предложение И вы видите Что у вас перевод Подчиненным предложением Значит Скорее всего У вас complex object Кроме того Опять же Если я задам вопрос What does Tom like? Что будет ответом на этот вопрос? Что любит Том? Я могу ответить Tom likes his sister И все И на этом остановиться Нет, конечно Получится Тому нравится его сестра Но это совсем не то Что в предложении И я не могу сказать What does Tom like? И ответить на вопрос To sing Петь Получится, что Том любит петь Это тоже неправильно Значит Нужно Поставить Два вот этих слова В свой ответ И тогда я получу Нормальный полный ответ В отличие от первого предложения Где мне достаточно было поставить Need To speak Можно было не говорить Потому что это просто уточнение И не более того И здесь мне придется сказать His sister To speak И это будет полный ответ Исчерпывающий Вот таким вот образом Значит это тоже Важный признак того Что у меня Complex object Возьмем второе предложение Посмотрим Почему же здесь Не complex object He asked me to wait Он попросил меня подождать Здесь немножечко Такая мутная Достаточно ситуация Потому что Исходя из того Что В complex object Употребляются Глаголы Которые обозначают Просьбы Меня насторожит Может насторожить Что слово ask В принципе может стоять Со сложным дополнением Но давайте посмотрим дальше Если я задам вопрос Что он меня спросил What did he ask Я могу даже сказать What did he ask me Но я не хочу этого делать Для чистоты эксперимента Что он спросил Он спросил Или попросил Попросил наверное будет лучше Он попросил подождать То есть мне достаточно Здесь поставить To wait И этого будет достаточно Не обязательно Ставить me Я могу его ставить Могу не ставить Поэтому Если у меня Ответом на вопрос Является Либо только первое дополнение Либо второе Не два сразу Sorry Никакой это не Complex object Посмотрим Пятое Это был Complex object Посмотрим Как здесь у нас Допустим У меня Я хочу задать Такой вопрос Что же хотели Родители Сэма What did Sam's parents Want Ответом на вопрос будет Если я Скажу только первое дополнение У меня получится Родители Сэма Хотели Чтобы он Что Чтобы он Непонятно Значит второе Если я только поставлю второе дополнение Получится Что хотели родители Сэма Стать юристом Тоже как-то странно А вот если я соберу их вместе И скажу Получится Родители Сэма хотели Чтобы он Стал юристом Поэтому мне придется Сказать Вот так Him To become Или to be Это уже такое дело A lawyer И это будет Нормальный полноценный ответ Вот таким вот образом Поэтому Если я увидела предложение Которое у меня Ну скажем так Вызывает какие-то подозрения Может это Со сложным дополнением Предложения Может не со сложным Дополнением Предложения На что обратить внимание Значит я так и напишу Признаки Сложного дополнения Или признаки Complex object В предложении Значит первый И самый Один наверное Из самых главных признаков Это сказуемое Дело в том Что Я поставила ссылку На предыдущие видео По этой теме А в complex object С complex object Точнее употребляются Далеко не все глаголы Поэтому Мне нужно Обратить внимание На мое сказуемое Что оно выражает Если оно выражает Желание Рекомендацию Умственную деятельность Физическое восприятие Тогда Вполне возможно Это complex object Но Как показывают Наши примеры Вот допустим У меня второе Здесь у меня Просьба Но Complex object Нет Значит Мало того Что нужно обращать Внимание На сказуемое Этого недостаточно Второе На что я должна Обратить внимание На перевод предложения Друзья мои Всегда переводите Предложения С которыми Вы имеете дело Это очень важно Перевод предложения При переводе Complex object Будет переводиться Подчиненным предложением То есть Мне мало Сказать два слова Как там В моем предложении Стоит Мне нужно Додумать Какие-то Другие еще слова Чтобы получилось Более-менее Понятно Потому что Если сказать Дословный перевод Вот в последнем предложении Будет полная Галиматья Родители Сэма Хотели его Стать юристом Ну сами понимаете Что это такое Родители Сэма Хотели Чтобы Он стал юристом То есть У меня полноценное Предложение С подлежащими Сказуемым Получается Равно как и в третьем Тому нравится Как его сестра Поет Здесь нет слова Как Я его поставила Я его придумала По большому счету Но иначе я не переведу Значит далее Третье При вопросе К дополнению К моему Так называемому Сложному дополнению Которое Возможно Сложное Возможно Нет Обычно Это такой вопрос Начинается На what Что Он хотел Что Они делали Что Они спросили И так далее И так далее Исчерпывающим Полным Правильным Ответом Будет Все Дополнение И первая Его часть И вторая То есть Объект Первый Плюс Объект Второй Или Объект Плюс Инфинитив Как хотите Точно так же Как у меня Было В пятом Предложении И точно так же Как у меня Было В третьем Предложении Вот Мой Ответ На вопрос Вот Таким Вот Образом Опять Оговорюсь Что Это Тема Я немного Не люблю Такие темы Потому что Они такие Узко Специализированные Достаточно Оторванные От реальности И вроде Как Собственно Какая Разница Что у Меня Там Стоит Ведь Порядок Слов Совпадает И По большому счету На мою Речь Это Никак Не Повлияет Но Опять же Опять же Опять же Если у вас Вдруг Какая-нибудь Там Какие-то Тесты Или еще Чего-нибудь То этот вопрос Может всплыть И вы можете Просто клюнуть На удочку На порядок Слов Ведь Все Риме Когда Говорят О сложном Дополнении О Complex Object Говорят В основном О порядке Слов Вот Запомните Порядок Слов Люди Все Запоминают Порядок Слова Потом Оказывается Что Вот В этом Предложении Complex Object Отсутствует И у всех В глазах Большой Знак Вопроса Как Это Так Мне Это Учили Мне Мне Объясняли Что Это Такое Действительно Вот Такой Может Ложный След Но Всегда Помните Что Предложение С Complex Object Это По сути Завуалированное Сложное Предложение Вот Его Просто Упростили Убрали Там Лишние Слова И Получили Complex Object Но Суть Осталась Та же Самая Это Сложное Предложение В отличие От простых Которые Могут Не Быть Из них Никак Не Получается Сложных Предложений Поэтому Помните Об этих Трех Признаках Возьмите Себе На вооружение Если Вам Это Необходимо Если Вы Сталкивались Уже С Подобной Проблемой Скриншот Всего Этого Будет По ссылке В Описании Видео Спасибо За Внимание Подписывайтесь На Мой Канал